МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире СИБИСИ информационная передача «За Каспием». С вами Эльнара Алиева. О самых актуальных новостях по ту сторону Каспи мы расскажем прямо сейчас. Экономика Казахстана в текущем году вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам января-ноября он составил 4,9%, тогда как за аналогичный период прошлого года данный показатель был на уровне 2,7%. Кыргызстан пытается сократить объем дефицита электроэнергии в 2023 году. В стране в эксплуатацию ввели 5 малых ГЭС и не столько же солнечных электростанций. Согласно данным ЮНИСЕФ, заболеваемость корио в Европе и Центральной Азии выросла на 3000%. По сравнению с прошлым годом, организация призывает срочно вакцинировать всех непривитых детей. Ну а сейчас об этом и других новостях более подробно. В город Физули продолжают возвращаться бывшие вынужденные переселенцы. Очередная колонна, состоящая из семей временно проживающих в общежитиях, санаториях, пенсионерских лагерях и административных зданиях, выехала сегодня из городахского района города Баку. На данном этапе в городе Физули переселены еще 22 семьи, в общей сложности 94 человека. На данный момент в городе Физули обеспечено постоянное проживание 380 семей, то есть около 1400 человек. «Я много мечтала о Физули и о проживании в родном городе. Мне было 12, когда мы покинули Физули. Я помню всё. Эти кадры у меня перед глазами. Дом из моих воспоминаний я больше не увижу. Но я уверена, что жизнь в родном городе будет лучше прежней». «Я покинул Физули, будучи ребёнком, а возвращаюсь уже со своими двумя детьми. Я возвращаюсь, будучи родителем. Это ещё волнительнее. Я надеюсь, что мои дети проживут прекрасные дни в Физули, на родной земле своих предков». В следующем году в Баку пройдёт конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата КОП-29. Для участия в мероприятии глобального масштаба в Азербайджан приедут десятки тысяч иностранных представителей. И в течение двух недель Баку станет центром мира. О значимости данного события поговорим со старшим преподавателем Казахского университета технологии и бизнеса Сапарбаем Жубаевым. Он с нами на прямой связи. Здравствуйте, господин Жубаев. Рада вас приветствовать. Здравствуйте. Для начала хотелось бы поговорить о том, что, как мы видим, Азербайджан в очередной раз выбран площадкой для проведения столь глобального мероприятия, мирового масштаба. Кроме этого, в этом году страна уже успешно провела международный астронавтический конгресс, саммиты движения неприсоединения и ряд других мероприятий. Как вы считаете, учитывая опыт и авторитет Азербайджана, может ли климатическая конференция в Баку стать исторической, где будут приняты важнейшие решения? Ну, сразу нужно сказать, что Баку всегда считался воротами Востока. А сейчас, тем более, очень экономические успехи и инициативы в международной политической жизни Азербайджана очень большие. Поэтому, в принципе, не очень удивительно, что следующий климатический саммит ООН будет проведен в Баку. Почему? Во-первых, то, что Баку действительно готов провести такие мировые встречи. Во-вторых, Баку, как и Арабские Эмираты, это производящие углеродные энергетические ресурсы. И когда те страны, в которых нету нефти, газа, они стараются сэкономить угля или углеродов, это понятно. А вот когда те страны, которые сами производят и получают сегодня прибыль, и они проявляют инициативу провести такой саммит, конечно, это приветствуется ООН. Я думаю, в этом вся причина. Да, но еще один интересный момент. Вот как раз-таки вы уже затронули тему. Давайте немножко углубимся. Азербайджан узнает, что обладает широким потенциалом по развитию использования возобновляемых источников энергии. И вот в рамках КОП-29, в принципе, намерен вновь продемонстрировать ему миру успехи в этой сфере. Вот какой опыт Азербайджан может предоставить другим странам, ну и для себя, может быть, набраться какого-то нового опыта? Здесь вот очень надо понимать, что Азербайджан сегодня является как бы транзитной страной транспортных маршрутов от Китая в Европу. А от центрально-азиатских стран это как бы энергетические ресурсы, которые поступают в Европу. В этот момент переход на возобновляемые источники в Азербайджане, это как бы будет примером для тех стран, которые действительно на этом маршруте связаны между собой. И если мы видим, что действительно Азербайджан будет очень активно перевести свои энергетические ресурсы на возобновляемые источники, на зеленую экономику, естественно, и остальные страны тоже будут по примеру Азербайджана, по опыту переходить на возобновляемые источники. Ну, например, как Турция, да, можно сказать. Да, и вот мы знаем, что как только стало известно, что Азербайджан был избран страной проведения КОП-29, президент Казахстана Касамжамар Тукаев поздравил президента Азербайджана Ильхам Алиеву с этим впечатляющим успехом. И казахстанский лидер отметил, что страна готова оказать всестороннее содействие и принять самое активное участие для успешного и результативного проведения КОП-29. Как вы считаете, вот как в этом вопросе Астана могла бы себя проявить? То есть какие моменты здесь можно отметить? Здесь надо вспомнить, что в 2017 году Астана был центром экспо по зеленой экономике, по возобновляемым источникам. И у нас были очень большие мероприятия, были построены очень большие объекты, где были представлены почти 150 стран, представили свои достижения в зеленой экономике. Начиная с солнечной, водяной энергии, энергии волны, биологической энергии, энергии ветра и так далее. Вот у нас было еще такое здание в виде шара, глобуса, да? И там 7 этажей и вот 7 направлений зеленой экономики были организованы выставки. И где-то там около 20 зданий были расположены государства, которые показали свои достижения в зеленой экономике и какие планы у них есть. Значит, у нас есть хороший уже опыт проведения такого всемирного саммита. Ну, всемирное экспо, это очень было важно для нашей страны, для центральных азиатских республик. И у нас есть опыт. Поэтому, если сейчас наш президент заявил о том, что будем помогать, естественно, все, что какие нужны организационные мероприятия и какие нужны даже в какой-то мере свои выставки, да, или материальные, помощи Казахстан бесспорно будет оказывать Азербайджану. Да, ну, как вы отметили, да, вот опыт в проведении таких глобальных мероприятий, конечно же, тоже немаловажен. Спасибо вам большое, что подключились к нам. Всего доброго и успехов. Благодарю. С нами на связи был старший преподаватель Казахского университета технологий и бизнеса Сапарбай Жубаев. Ну, а мы продолжаем. Воловой внутренний продукт на душу населения в этом году в Казахстане вырос с 11 500 долларов до 13 300 долларов. В правительстве страны отмечают, что экономика успешно адаптировалась к новым внешним условиям. В текущем году она вышла на траекторию устойчивого роста. По итогам 11 месяцев экономическая динамика составила 4,9%. Годом ранее данный показатель был на уровне 2,7%. Инфляция же в годовом выражении в ноябре замедлилась до 10,3% против более чем 20% в декабре прошлого года. Таких результатов удалось достичь благодаря комплексу мер, где предусмотрены 90 шагов оперативного и среднесрочного характера. Правительством активно реализуется комплекс мер по контролю и снижению уровней инфляции. В частности, переформатирован механизм стабилизации цен. Финансирование приоритетно направляется сельхозтоваропроизводителям для увеличения отечественного производства. Внедрен форвардный закуп у фермеров на внутренний рынок по фиксированным ценам. В результате проводимых мер правительства и Назбанка, а также снижения внешнего давления, инфляция существенно замедлилась. Так, инфляция, достигнув своего пика в феврале, по итогам ноября снизилась до 10,3%. За первое полугодие текущего года валовый приток прямых иностранных инвестиций составил 13,3 млрд долларов. До конца года планируется этот показатель увеличить до 27 млрд. В первом полугодии в Казахстане привлечены 13,3 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Во счет правительства отмечается, что этот высокий показатель гарантирует поддержку экономического роста на среднесрочную перспективу. По итогам текущего года планируется выйти на отметку порядка 27 млрд долларов. Кроме того, экспорт продукции Казахстаном оценивается в 65 млрд долларов, в том числе обработанных товаров, 21 млрд долларов. По имеющимся данным в рейтинге глобальной конкурентноспособности Казахстан занимает 37 место. Большое значение Казахстан уделяет также поддержке развитию малого и среднего бизнеса. Развитие предпринимательства является важным фактором устойчивого развития национальной экономики. Государственная поддержка МСБ из республиканского бюджета за год выросла с 209 млрд тенге до 288 млрд тенге. Численность занятых в МСБ на 1 июля текущего года превысила 4 млн человек. В текущем году доля МСБ в ВВП достигла 36,4%. В целом принятые государством меры позволили нарастить выпуск продукции малого и среднего бизнеса с 23 трлн до 29 трлн тенге. Правительством реализуются системные меры по улучшению условий ведения бизнеса, снижая административную нагрузку и оказывая поддержку. Так, три года в стране действует мораторий на проведение проверок малого и микробизнеса. Успешно внедряется принцип регулирования с чистого листа, отменены излишние требования для предпринимателей, проводится работа по автоматизации систем управления рисками в сферах госконтроля и надзора. Теперь проверки будут назначаться без человеческого участия. Министр иностранных дел Туркменистан Рашид Мередов провел обсуждение текущего состояния реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия и ряда других вопросов со своим афганским коллегой Амиром Ханом Атаки. По данным МИД Туркменистана, на встрече стороны обсудили текущий статус совместных проектов. Это в том числе газопровод ТАПИ, высоковольтная линия электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан и расширение железнодорожной инфраструктуры Афганистана. Кроме того, министры их делегации посетили энергетические транспортные объекты, строящихся компаниями обеих стран. Также рассматривались вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в различных областях. Азиатский банк развития выделит Кыргызстану 40 млн долларов для развития кластерного производства в агросекторе. По информации местных СМИ, половина этой суммы предоставляется в форме гранта, а другая половина – в виде кредита. Соответствующее соглашение по проекту было подписано в Бишкеке. Проект направлен на увеличение финансовой поддержки банками развития торгово-логистических центров. Кредитование также нацелено на проекты хранилищ, первичных переработчиков, заготовителей, агрегаторов, логистических компаний и других участников цепочек производства и сбыта в плодовщиводстве. Пять малых ГЭС и столько же солнечных электростанций ввели в эксплуатацию в этом году в Кыргызстане. Страна пытается сократить объем электродефицита. Сейчас он оценивается в 3 млрд кВт-часов. Новые энергообъекты Кыргызстана строят при поддержке партнеров и инвесторов. О том, что уже запустили и что планируют ввести в эксплуатацию в ближайшее время, расскажет Екатерина Токамбаева. Побережье озера Иссык-Куль – одно из самых приоритетных с точки зрения развития туризма Кыргызстана, гостиничного сектора, а также производства. В советское время здесь функционировали крупные заводы, в том числе и предприятия оборонной промышленности. Но сейчас, чтобы возродить былое и нарастить новые мощности, в первую очередь необходимо решить энергетический вопрос. Он остро стоит для всей страны, а для Иссык-Кульской области – в особенности. Отчасти проблему электричества в Иссык-Кульской области решит запущенная недавно мини-ГЭС. Ее производственная мощность – 4,5 мегаватта. Ежегодно на ГЭС будет генерироваться 17,5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. А этого хватит, чтобы на целых 15% покрыть потребность Тонского района в электричестве. Проект «Алабарская ГЭС» предусматривает использование турбинового и генераторного оборудования европейского производства, которое уже себя хорошо зарекомендовало в условиях нашей республики. В частности, в 2016-2017 году за счет средств фонда была профинансирована первая современная мини-ГЭС в республике. Это на реке Тегерменты в Кеминском районе, которая себя очень хорошо зарекомендовала и не останавливалась на какой-то существенный ремонт, кроме профилактических работ. Построить мини-ГЭС Кыргызстан смог благодаря тесным связям с Россией. В стране уже несколько лет работает Российско-Кыргызский фонд развития. В последнее время акцент он стал делать на энергосектор. Фонд одобрил 8 проектов в этой сфере на общую сумму 78 миллионов долларов США. Мини-ГЭС на Иссыкуле – один из них. Второй крупный объект – это Куланакская ГЭС на Рынской области. Он покроет потребности страны в электричестве на 18%. РКФР на его строительство выделил 44 миллиона долларов. Что примечательно, фонд структурировал этот проект, предусмотрев участие Евразийского банка развития. И два финансовых института в общей сложности выделяют 88 миллионов долларов США, по 44 миллиона долларов каждый институт. Открытие этого проекта запланировано на 2025 год. И в настоящее время отклонений от первоначального плана реализации проекта не наблюдается. Кроме России, у Кыргызстана есть ряд договоренностей с другими странами. Так, в прошлом месяце глава Кабмина Колбек Чапаров провел финальные переговоры с китайскими компаниями по строительству солнечной электростанции на 1000 мегаватт Высокусской области. Для сравнения, мощность самой крупной электростанции в Кыргызстане, так как ГУСКГ, составляет 1200 мегаватт. Китайские инвесторы вложат в этот проект 800 миллионов долларов. Энергокомпании из Франции и Объединенных Арабских Эмиратов хотят построить в Кыргызстане электростанции общей мощностью 3,6 гигаватта. Как отмечают в Кабмине страны, в ближайшие годы будут реализованы крупные проекты мощностью 7 тысяч мегаватт. В 2024 году мощность вырастет на 178 мегаватт. В частности, будут введены в эксплуатацию 25 малых ГЭС. Еще один гидроагрегат Токтагульской ГЭС. В следующем году будут введены в эксплуатацию солнечные электростанции мощностью 700 мегаватт. ГЭС Бала-Саруу мощностью 5 мегаватт в Таласской области. В этом году в Кыргызстане введены в эксплуатацию 5 малых ГЭС по 71 мегаватт и 5 солнечных электростанций. Также второй гидроагрегат Токтагульская ГЭС. Власти Кыргызстана уверены, что к 2026 году страна выйдет на профицит в энергетике и начнет экспортировать электроэнергию. Пока же государству не хватает более 3 миллиардов киловатт-часов. На данный момент этот объем импортируется. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу-Мурбек, специально для СБС из Кыргызстана. Узбекистан занимает 29 место в мировом рейтинге производителей автомобилей. Почти за 30 лет развитие промышленности в стране, ее доля в национальной экономике заняла свое почетное место. В этой сфере страна также тесно и плодотворно сотрудничает с Азербайджаном. В рамках межправительственных соглашений в Гаджигабуле успешно работают совместные предприятия. Подробности расскажет наш корреспондент в Узбекистане Мазур Хасанова. В рейтинге стран СНГ по производству легковых автомобилей в Узбекистан на первом месте, хотя справедливости ради отметил. Что последние несколько лет без проблем в отрасли не обошлось. Пандемия стала причиной глобальной нехватки полупроводниковой продукции. В результате были задержки в производстве и поставке товара потребителям. Но и геополитические изменения оказали влияние на логистику. При всем при этом автопром страны показал рост производства за последние несколько лет в три раза. По итогам этого года общий объем выпуска достигнет 415 тысяч единиц. В целях искоренения государственного наполя и развития конкуренции на внутренний рынок привлекли трех новых частных автопроизводителей и иностранные бренды. Сегодня на восьми заводах страны выпускают десятки видов автомобилей – грузового, пассажирского транспорта, сельскохозяйственной и специальной техники. Кроме того, более двух тысяч предприятий в отрасли тесно кооперируют друг с другом, обеспечивая 50-процентную локализацию компонентов. На данный момент идет постоянный процесс повышения автоматизации производства и внедрения современных технологий. Это такие технологии, как, например, процесс горячей штамповки, который позволяет увеличить прочность металла практически в четыре раза. В целях дальнейшего повышения уровня локализации автомобиля в 2024 году в отрасли была намечена организация производства еще дополнительного ряда деталей, которые также позволят повысить уровень локализации. Это такие детали, как приборные панели, это детали шасси, чугунные детали для автомобилей, шины, диски, ну и другие модули, допустим, модули подушки безопасности и многое другое. На совещание у президента были поставлены четкие задачи по дальнейшему развитию отрасли. Это расширение модельного ряда, улучшение качества, снижение себестоимости продукции за счет снижения затрат на производство, работы в условиях конкуренции. Напомню, что на рынке страны активно представлены бренды, которые входят в топ-5 лидеров производства в мире – Китай и Южная Корея. Кстати, продажи электромобилей китайского производства растет в геометрической прогрессии. С одной стороны, это решает один из пунктов программы перехода на низкоуглеродную экономику, расширяя использование бестопливных авто. И в этом плане, как подчеркнул Шавкат Мерзиоев, узбекским предприятиям нужно максимально быстро освоить выпуск электромобилей. Запуск первого проекта с годовой мощностью 10 тысяч электрокаров запланирован на середину следующего года. Азербайджан является для Узбекистана одним из главных партнеров по производству легковых автомобилей на экспортных рынках. И благодаря соглашениям, которые были достигнуты правительствами двух стран, в апреле 2021 года в Азербайджане было создано совместное предприятие «Азермаш-Сипи», на базе которого была организована крупноузловая сборка автомобилей «Шевроле» на территории Азербайджана. Помимо этого, на базе данного предприятия также была организована сборка автобусов, сам авто, также узбекского предприятия, которое производится на базе шасси «Исуза». Завод в Гаджигабуле работает с весны 2021 года. На линиях предприятия «Азермаш-Сипи» с начала открытия производства выпускается практически вся линейка узбекских авто под брендом «Шевроле». С начала этого года запустили еще две новые модели легковушек «Трекер» и «Оникс». Для Узбекистана и Азербайджан важнейший партнер в развитии отрасли, позволяющий выйти и на новые экспортные рынки в Грузию, Турцию и страны Африки. Поэтому задача, стоящая перед национальным автопромом Узбекистана, прямо пропорционально влияет на реализацию проектов на зарубежных рынках. Манзуру Хасанову, Лукбек Пулатов, Атыл Ибрагимов, Си-Би-Си, Узбекистан. Между тем, заболеваемость корио в Европе и Центральной Азии в этом году выросла на 3000% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил ЮНИСЕФ. Согласно данным организаций, в период с января по начало декабря текущего года в Европе и Центральной Азии было зарегистрировано более 30 тысяч подтвержденных случаев кори, в то время как в прошлом году всего 909. Это значит, что количество случаев заболевания, которые можно предотвратить с помощью вакцин, увеличилось на 3266%. Ожидается, что число случаев заболевания в регионе будет продолжать расти из-за слабого иммунитета. По словам регионального директора ЮНИСЕФ по Европе и Центральной Азии Регины Де Доминчис, такой резкий рост требует срочного внимания и мир общественного здравоохранения для защиты детей от этого опасного и смертельного заболевания. Организация предупреждает, что рост случаев корио обусловлен снижением охвата иммунизации детей во всем регионе. Корио оказывает разрушительное воздействие на здоровье детей, иногда приводящая. Это вызывает длительное ослабление иммунной системы детей, делая их более уязвимыми к другим инфекционным заболеваниям, включая пневмонию. По последним данным, самый высокий уровень случаев заболевания корио зарегистрирован в Казахстане. 69 случаев на 100 тысяч человек, что составляет 13 254 случая. Кыргызстан занимает второе место по уровню заболеваемости корио 58 случаев на 100 тысяч, что составляет 3811 случаев. В Румынии, которая объявила на прошлой неделе о национальной вспышке, зарегистрирован показатель составляет 9,6 случаев на 100 тысяч человек, что составляет около 2000 случаев. Чтобы охватить каждого ребенка, ЮНИСЕФ призывает страны региона срочно выявить и охватить всех детей иммунизацией, особенно тех, кто пропустил прививки. Еще один гала-концерт под названием «Мы вместе» прошел в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. Мероприятие, посвященное 30-летию со дня основания Тюрксой, организовано при совместной организации постоянных представительств Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Турции при ЮНЕСКО и поддержке международной организации Тюрксой культуры. Постоянный представитель Азербайджана при ЮНЕСКО Эльман Абдуллаев в ходе своего выступления отметил, что тюркские народы на протяжении всей своей медовековой истории несли большой вклад и обогатели мировую и общечеловеческую культуру. Было отмечено, что в рамках объявленного Тюрксой года «Шуша – культурная столица тюркского мира» в 2023 уже проведено множественно значимых мероприятий для развития и пропаганды наследия искусства тюркского мира. Это была передача «За Каспием». С вами была Эльна Оралиева. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин